В этом году в налоговый кодекс страны были внесены изменения. Был установлен запрет на вычет налога на добавленную стоимость по товарам в случае их порчи или утраты, а также указаны ситуации, на какие случаи указанные ограничения не распространяются. При этом нужно четко разграничивать понятие порча и утрата. Если первое связано с ухудшением качества товара и в последующем он не может продаваться или использоваться при выполнении работы или оказании услуг, то в свою очередь утрата это уничтожение или потеря товара. Один нюанс – этот товар был утерян в связи с чрезвычайной ситуацией – пожар, стихийное бедствие или дорожно-транспортное происшествие. Под понятие порчи или утрата он не подходит. Налоговые вычеты не восстанавливаются также в том случае, если изначально суммы НДС по ним были отнесены на увеличение стоимости либо отнесены на затраты, учитываемые при налогообложении. К примеру, у организации в марте 2016 года происходит выбытие товара, который приобретен в декабре 2015 года и в этом же периоде суммы НДС приняты к вычету. В данном случае восстановление вычетов по НДС необходимо производить в месяц составления документа о выбытии товара, то есть в марте 2016 года. Несоблюдение вышеуказанной нормы НК может привести к дополнительным тратам в будущем при проведении проверки. Чтобы избежать ошибок и ненужных расходов в виде пенни и административных штрафов, следует тщательно изучать действующие нормативные акты и при необходимости обращаться за консультацией в соответствующие государственные органы.